Так, еще одна важная тема, тоже связанная с машинами. В начале этой недели в Грозном, в микрорайоне, была сожжена машина марки Нива с номерами Дустум и наклейками К-13. Это Дустум, это прозвище сына Рамзана Кадырова, бывшее прозвище самого Рамзана Кадырова, но, видимо, по наследству перешло его сыну Адаму. И К-13, это тоже его какая-то там фишка. В общем, все приближенные к нему, люди, которые там как-то себя причисляют к этому пацану, обычно какие-то молодые ребята, они такие номера себе делают, наклейки делают, одежду с принтами подобными носят. И даже вот Хамзат Чимаев тоже здесь, в Швеции, взял себе номера с надписью Дустум, тоже относит себя к этому Адаму Кадырову. Так вот, значит, Нива с этими номерами была сожжена. Парень, который сжигал эту машину, поставил камеру, снял этот процесс на видео, облил машину бензином, поджег. И, в общем, после этого, естественно, они начали искать, видимо, хоть там и не видно было его лица, но, видимо, по одежде они там как-то, по другим камерам видеонаблюдения, в общем, как-то они пытались его найти. И, насколько мне известно, я, кстати, не знаю, кто этот парень, имейте в виду, я не знаю, откуда он, но кадыровцы полагают, что этот парень родом из селения Старые Атаги Грозненского района, и опять целую фамилию Эль Мурзаевых, они похитили и удерживают их сейчас в МВД по городу Грозный, по моей информации. Они считают, что парень, совершивший этот поджог, является членом их семьи. Я не могу это подтвердить, я понятия не имею, так это или нет, но кадыровцы так считают. И, в общем, сейчас они целую семью удерживают, пытаются с помощью репрессий в отношении семьи заставить парня прийти. Я не знаю, на данный момент этот парень пришел, он не пришел, поймали о нем, в общем, пока нет никакой информации. Последняя информация, что вся эта семья уже на протяжении нескольких дней похищена и подвергается пыткам в МВД по городу Грозный. Дай совет парню, которого забрали родителей, сдаваться или нет. Слушайте, очень сложно давать такие советы. По умолчанию, конечно, хочется сказать, чтобы ни в коем случае не сдавался. Но когда ты не знаешь индивидуально, как там обстоят дела, то очень сложно. Я бы, конечно, если бы этот парень вышел на связь, узнал, если бы я узнал какие-то подробности этой темы, то дал бы какие-то советы. Так без знания всей этой темы я, конечно, не хочу от себя какие-то советы давать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»